Дроздов Александр Всем привет! Меня зовут Иван Лебедев, я занимаюсь направлением антифишинга в группу IB. Сегодня мы поговорим о фишинговой технике, появившейся весной этого года и набравшей невероятную популярность и известность. Называется она «Браузер in the browser». Есть браузер, значит получается, что в браузере открывается новое окно браузера. На деле происходит именно так. Это стандартная процедура аутентификации на многих крупных сайтах. Вместо того, чтобы придумывать новые учебные данные, имейл, пароль и все прочее связанное, можно просто нажать кнопку и аутентифицироваться с помощью другого сайта. При этом как раз откроется новое окно, в котором ты вводишь свои данные на этом самом сайте. При каждой такой аутентификации сайт открывает новое окно, в котором ты вводишь свои данные от стороннего сайта. Стало понятнее, где же здесь появляется фишинг? Фишинг использует эту технику для того, чтобы вместо настоящего окна аутентификации рисовать поддельно. Тема «Браузер in the browser» стала популярной весной. Что дало толчок старту этой мошеннической схемы? С чего все началось? Началась эта история со статьи исследователя Мистер Докс, который впервые описал эту технику и рассказал, в чем ее опасность для обычных пользователей. Итак, давайте рассмотрим эту технику более подробно. Начнем с примеров легитимных сайтов, которые используют всплывающие окна для аутентификации. Например, один из конкурентов Steam — Epic Games, который позволяет использовать учетку Steam для входа в этот сайт, на этот ресурс. Соответственно, по нажатии на кнопку Steam открывается окно именно браузера, в котором написано, что посещенный сайт — это официальный сайт Steam. Собственно, контент на нем тоже взят с официального сайта Steam. И, соответственно, вводимые сюда данные уходят напрямую в Steam, даже, по сути, минуя сторонний ресурс, который это окно создал. Можем перейти к следующему примеру. Это уже менее известный сайт по продаже скинов для игры Counter-Strike, скинов или других предметов, который тоже позволяет аутентифицироваться на себе с помощью учетки Steam и, по сути, точно так же открывает такое же окно, как раньше. Это окно нашего браузера, которое можно свернуть, развернуть, как угодно масштабировать, в общем-то, производить любые действия, как с обычным окном. Соответственно, в этом случае точно так же адрес в адресной строке, ссылка в адресной строке является легитимной, и данные, вводимые в форму ввода, отправятся напрямую в Steam. Последний пример — это совершенно неизвестный сайт, который предлагает посетителю стать частью какой-то киберспортивной команды. По нажатию на кнопку, единственную кнопку, которая просит подтвердить приглашение, открывается. Казалось бы, точно такое же окно, с точно таким же адресом в адресной строке и таким же наполнением, однако введенные данные будут отправлены злоумышленникам, потому что окно отдельное. Собственно, в чем опасность такого фишинга? В первую очередь в том, что привычные меры, способы определить фишинг это или нет, здесь менее эффективно. Стандартная проверка адреса в адресной строке ни к чему не приведет, потому что это поддельная адресная строка, и адрес здесь написан правильный. Соответственно, на замочек смотреть еще более бесполезно, чем в обычном случае, потому что нарисован он здесь злоумышленниками. В обычном случае это тоже бесполезно, потому что повесить SSL-сертификат на фишинговый сайт не составляет никакой проблемы. Это буквально два клика со стороны злоумышленника. Это самое окно ведет себя похожим образом, как и настоящее окно браузера. То есть его все еще можно возить по экрану. Вот у меня несколько экранов, его можно даже на соседний вынести, как будто оно там появляется. С другой стороны, наполнение сайта в этом всплывшем окне несколько отличается от оригинального. Например, здесь не работают никакие лишние кнопки дополнительные, то есть только форма ввода, подтверждение ввода и смена языка для того, чтобы фишинг охватывал как можно большую аудиторию. Напоследок, можно заметить, что сам стиль этого окна немного отличается от стиля моего браузера. Например, цвет немного отличается, сами кнопки отличаются, потому что это браузер на Ubuntu, а окно сделано под Windows 10, как минимум, и это уже может броситься в глаза. Скорее всего, это будет правильно почти в любом случае, потому что один шаблон редко под кого попадет идеально. Немного возвращаясь назад про работу самого фишинга, из интересного стоит отметить, что он вводимые данные тут же использует для того, чтобы входить со своей стороны в учетку Steam. То есть обычный фишинг просто записывает их куда-то или отправляет, а в этом случае они напрямую отправляются злоумышленнику. Если введены неправильно, то выведется ошибка. Соответственно, этот фишинг умеет проверять, насколько корректны введенные в него данные, поэтому если ввести что-то совершенно невозможное, он попросту либо зависнет, либо сразу же выведет ошибку. Если же ввести правильные данные, то он предложит ввести код двухфакторной аутентификации. То есть двухфакторка хоть и бесценно, но от данного фишинга не спасет. Из приятных новостей, такой фишинг может работать только на персональных компьютерах, потому что этот механизм на мобильных устройствах реализован как просто открытие новой вкладки. Соответственно, поддельного окна на телефоне вы не увидите. Напоследок, заметить самое явное отличие фишинга от настоящей формы аутентификации в том, что настоящая форма создаст новое окно. Его можно видеть в панели задач, в трее. Это полноценное новое окно браузера. Тем временем фишинг просто видоизменит текущую вкладку, и никакого нового окна снаружи не появится. В прошлом году мы обсуждали тему фейк-дейт, поддельное свидание. И, конечно, хочется узнать, а что сейчас происходит с этой темой? Она все так же популярна или она как-то видоизменилась? Сама схема осталась прежней и, к сожалению, никуда не делась. Более того, как мы недавно писали в нашем блоге, она начала распространяться за рубеж, и, по сути, следы ее можно найти уже во всем мире. В США, на Ближнем Востоке, в Европе, естественно. Зломышленники регистрируют поддельные аккаунты на сайтах знакомств, в приложениях для знакомств, находят свою жертву и предлагают ей пойти в кино, в театр, в Макдональдс. В общем-то, куда бы то ни было, а когда жертва соглашается, ей скидывают ссылку на фишинг. А что происходит с, в принципе, достаточно банальными схемами с сервисами доставки и маркетплейсами? Эти темы также популярны. Видоизменились ли они? Ну, основной схемой, которая была направлена на маркетплейс и доставку, и все с этим связанное, это известный фейк-курьер, который породил, кстати, фейк-дейтс. И нет, он никуда не делся, и в этом году он вырос, на самом деле, в два раза. Объяснить этот раз достаточно трудно, тем не менее, это правда. К сожалению, схема живет и процветает, но мы с ней боремся. Есть ли информация о том, как компании оригинальных ресурсов борются с фишингом на своей стороне, как они дорабатывают свои системы безопасности и так далее? Есть какие-то изменения с их стороны в сторону улучшения и предотвращения создания новых фишинговых ресурсов? Ну, это исключительно от каждой конкретной компании зависит. Обычно это все сводится к каким-то предупреждениям у себя на сайте, что внимательно смотрите на строчку в браузере, не вводите свои данные где-то на сторонних ресурсах, и, в принципе, по-моему, все в этом духе осталось. Можно зарегистрировать несколько сотен доменных имен, пойти впереди мошенников, вместо них зарегистрировать эти имена, которые они могли бы использовать, чтобы им остались совсем уже не очевидные. Так себе схема. Да нет, просто мало кого из злоумышленников смущают не очень похожие доменные имена. Просто, к сожалению, не слишком много жертв, видимо, смотрят на эти доменные имена, поэтому зарегистрировать что-то совершенно непохожее или буквально ни буквы, ни связанное, это вполне обычная практика, и это продолжает работать. Есть какие-то прогнозы? Что будет дальше? Куда фишинг идет? Как он видоизменяется? Какие-то, возможно, предвидеть новые схемы, новые области, отрасли? То есть есть ощущение, с чем мы можем столкнуться в ближайшее время? Ну, давай затронем вновь основную тему ролика, браузер, это браузер. Конкретно сейчас мы видим только на один бренд такой фишинг, и есть очень обоснованное предположение, что появляться такой фишинг будет на другие бренды тоже, те самые Яндекс, Гугл и, не дай бог, курс-услуги. Как вы выявляете такие ресурсы? К нашему счастью, больших проблем с выявлением этих ресурсов пока что нет. Они не пытаются себя скрывать, как-то ограничивать к себе доступ, и даже зачастую расположены на каких-то созвучных, схожих с изначальным брендом доменах. Соответственно, именно найти их проблема минимальная, на самом деле. Понять, что это фишинг перед нами, а не что-то несвязанное, это, в общем-то, тоже никаких проблем нет, потому что шаблон достаточно такой повторяющийся, можно так сказать. То есть каждый ресурс друг на друга похож, и, соответственно, зная, как выглядит один, мы сможем понять, что следующий тоже является фишингом. Сегодня мы обсудили достаточно новую схему, которая называется Browser in the Browser, но рекомендации по защите себя в интернете, наверное, будут прежними. Это использовать критическое мышление, не доверять сомнительным ресурсам, и если вам кажется, что вы зашли на какой-то сомнительный ресурс или кто-то пытается украсть ваши персональные данные, то, скорее всего, это и происходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова